Ранее считалось, что культура Кловес является родоначальницей всех американских культур, однако в последние годы всё больше данных не вписываются в рамки этой теории. Описываемое исследование добавляет фактов, окончательно опровергающих её. Судя по находкам каменных инструментов, отнесённых к культуре Кловес, она была широко распространена на территории Северной и Центральной Америки примерно от 13200 до 12900 лет назад, но она не была первой культурой Америки, вопреки устоявшимся теориям второй половины двадцатого века, потому как минимум за две тысячи лет до этой культуры существовала другая, отличающаяся по технологии изготовления инструментов. Археологический участок Голд, расположенный на территории штата Техас, США, в 65 километрах к северу от города Остин, продемонстрировал новые доказательства этому. Хоть в основном участок представлен находками культуры Кловес, глубже были обнаружены другие более ранние инструменты на участке раскопок номер 15. Что не так уж и удивительно, потому как в последние годы всё больше накопилось доказательств наличия в Северной и Южной Америке различных культур, отличающихся от Кловес, того же возраста или старше. К другим участкам также много внимания, а в данной работе исследователи изучили сборку участка Голд ниже слоёв Кловес, состоящих преимущественно из алювиальных отложений, покрывающих известняковую породу. Всего на участке было найдено более 150 тысяч артефактов, а двести из них были непосредственно связаны с изготовлением и обслуживанием инструментов более ранними жителями участка Голд. Для определения возраста инструментов применялся метод оптически стимулируемого люминесцентного датирования или оптического датирования. Полученные данные варьируются от 21700 лет плюс-минус 1400 лет до 16700 лет плюс-минус 1100 лет, а средний возраст составил 18500 лет плюс-минус 1500 лет. Эти данные хорошо стратеграфически согласуются с вышележащими слоями артефактов культуры Кловес, разделённых на четыре периода заселения участка 11900 плюс-минус 800 лет, 12900 плюс-минус 600 лет, 13200 плюс-минус 600 лет и 13600 плюс-минус 600 лет. Значительное снижение частоты артефактов между двумя культурами и присутствие разделяющего слоя подтверждает наличие более староизолированной сборки ниже Кловес возрастом не менее 16000 лет, что указывает на заселение людьми этой территории минимум на 2000 лет раньше Кловес. А учитывая, что метод датировки определяет время, которое артефакты были скрыты от света, возраст может быть и больше. К тому же инструменты из 15-го участка Голд демонстрируют наличие ранее неизвестной технологии наконечников метательных снарядов в Северной Америке более 16000 лет назад. Отдельные технологические различия между инструментами Кловес и сборкой Голд, а также стратеграфическое разделение между культурными отложениями указывает на наличие временных перерывов между занятием данной территории древними американцами. С культурой Кловес была связана своеобразная гипотеза, согласно которой исчезновение культуры и крупной мегафауны связано с падением кометы. В общем и тут не обошлось без пришельцев из космоса, хоть и неразумных. В науке различные гипотезы имеют право на существование, но только те, которые опираются на факты. Однако эта гипотеза просуществовала всего с 2006 по 2010 год, не выдержав давления этих самых фактов, согласно которым люди не особо стремились вымирать, а просто усовершенствовали технологию производства инструментов. Также не было обнаружено никаких внеземных частиц в древних культурных слоях. А подытожить всё это можно тем, что ещё до 16000 лет назад на территории Северной Америки жили люди, изготавливавшие каменные инструменты по технологии отличавшейся от кловес. Они охотились на мамонтов, мастодонтов, гигантских ленивцев, бизонов, лошадей, овцебыков, оленей и верблюдов, а также возможно на кустарниковых быков, броненосцев и двухметровых бобров. А спасались вероятно от гигантских гепардов, американских львов, короткомордых медведей и ужасных волков. А вот саблезубых лососей, которые были 3 метра в длину и весили до 200 килограмм, они не застали. Интересно сколько в них было икры 5 миллионов лет назад. А в завершении хочу поделиться интересным наблюдением. Я опросил нескольких своих знакомых и родственников по поводу происхождения верблюдов. В ответах никто из запрошенных не упомянул Америку. А на правильный ответ реагировали неоднозначно и с иронией. Думали, что прикалываюсь. Попробуйте и напишите в комментариях о результатах. Главное не дать перед ответом посмотреть в интернете.